коллеги добрый день с диалоги о ритейле онлайн продолжает свой формат мы сегодня оффлайн мы сегодня в торговой сети лента и рядом со мной сейчас александр котляров коммерческий директор управление собственной торговой марки александр привет привет да мы достаточно активно начали встречаться и вот буквально на днях мы виделись москве сейчас мы здесь александр ну я не зря стала здесь и приглашила здесь уже начать наше общение мы абсолютно рабочем формате находимся живой работающий магазин только-только открылся до открылся в санкт-петербурге это наша новая площадка называется продак лэп здесь внизу как раз таки написано то для чего он создан это создаем любимые продукты это собственно площадка где мы вместе с нашими любимыми покупателями коммуницируем и вместе пытаемся сделать лучший продукт вы стоим на российском рынке знаю что скромно вот но мы такие ключевой момент все-таки какую самую главную задачу ставите создавая такую площадку у этой площадке повторюсь цель 1 это сделать классный продукт задач несколько первое это понять валидировать продукт он хороший или плохой вторая история если так получилось что он плохой понять где он плохой потому что чувствую недостаточно понимать да то есть но плохой сделать и что с этим дальше я собственно игра здесь у нас есть целый набор инструментов которые позволят понять надо копать во вкус в аромат цвет консистенцию и так далее и соответственно том числе мы здесь сделали очень классную площадку новационную где мы можем взаимодействовать с покупателями общаться с ними брать интервью делать фокус-группы именно с точки зрения создания новых продукт продуктов выявления потребности ниш которым достающий момент наших покупателей не реализованы а мы чуть-чуть я думаю что покажем вам как это было внутри но вот сейчас первые покупатели уже пробуют сыр чеддер и и сколько из каю вы хотите чтобы попробовали коллеги зену ваши покупатели в данной студии но в данной студии у нее пропускная способность от 2-3 тестов в день в зависимости от сложности мы планируем что у нас он нам будет работать фактически каждый день с рота мы планируем что это на самом деле это далеко не единственная студия который мы планируем и планируем расширяться вот она просто только первое да вот и здесь мы из наших 9000 и что у нас есть всего в матрице в активной матрице мы планируем что здесь будет за год проходить порядка там 600 900 продуктов буквально стартанули мы отсюда на понятное дело если есть сейчас имею возможность поспрашивать по максимуму александра именно про развитие сейчас стм именно торговой сети то я конечно же этим воспользовалась я сейчас предлагаю прогуляться дальше чтобы мы уже не на самом деле с каю 89000 уже сейчас продовольственные непродовольственные их много мы привыкли что лента лидирует в этом направлении у вас очень много если говорить про обновление если мы говорим про количество новинок вот сколько сейчас у вас в старте в разработке можно ли здесь прямо пока мы еще не вошли в магазин уже услышать этот ответ на самом деле в разработке у нас довольно большой пол новинок он насчитывает несколько тысяч скилл то есть он скажем так этот год он специфичен по определенным причинам да то есть он 2022 соответственно порядка тысячи позиций мы уже запустили в этом году соответственно основная волна запусков у нас придется на октябрь ноябрь месяце и соответственно на следующий год мы как раз находимся в стадии годового планирования плана наших новинок я думаю что мы примерно тоже цифре будем говорить что порядка двух с половиной трех тысяч новых позиций будет введено безусловно это не означает что она вводится сверху ассортимента что-то сверху что-то вместо текущих позиций там например сезонные продукты или продукты которые разрекомендовали себя плохо и соответственно мы готовим их обновление также возможно будет это новинки прорывные которые будут присутствовать только у нас заходим магазин но вы знаете вот а можно ли сразу на входе спросить а здесь многое стенд представлено в таких сборниках как обычно это но обычно самом деле здесь безусловно мы представ представлены в наших каталогах процент он плавает зависимости от продуктового предложения но как правило то есть процентов 15 дату и больше 20 каталога представлены продукции ст мы заходим в обычный магазин торговой сети лента и принципе здесь все понятно с одной стороны с другой стороны я уже знаете вот это не к стм относящиеся но так как мы сегодня это сентябрь самый яркий фирмы не сразу входим встречает фестиваль винограда что у вас вообще с развитием стм в разрезе фров если такая задача как вы ее решаете да конечно мы решаем эту задачу у нас представлено несколько сегментах стм в категории фроф сов по-разному называются наверное там скажем просто фрукты и овощи безусловно мы здесь работаем с нашими коллегами из категории фрукты овощи собственно говоря которые отвечают за сорсинг да там у него продукта мы их поддерживаем с точки зрения брендинга мы сейчас готовимся к зап он уже сейчас присутствует на самом деле наш новый бренд запуск будет чуть позже в этом году единый бренд зонтичный тоже под брендом ленты я пока оставлю его такой под туманом чуть позже расскажу и соответственно будет покрывать и несколько территорий в том числе зону фрукты и овощи если говорить вот сейчас обозначали что будет достаточно большое количество обновлений там введение новых что у вас с отражением тренда на активное внимание покупателей к стм вы также отслеживаете что стм стал более интересен покупателям или в целом у нас осталась такая же картина как и про и ранее было я не могу сказать что мы как-то кардинально безумно вырос то есть это не произошло там одномоментно эта история наблюдалась и в прошлом и позапрошлом году потому что ритейлеры массово носители среднеценовой и даже премиальный сегмент продукции стм люди его успели опробовать потребительское поведение как мы знаем она инертно но не приходит сразу ну и события начала этого года конечно мне тоже несколько подтолкнули почему потому что вы стоим основная ценность это все-таки чтобы за то же качество ты получаешь продукт дешевле и в кризисных ситуациях всегда покупатель потребитель он пытается оптимизировать свою жизнь свои жизненные процессы циклы и в том числе он открыт для того чтобы попробовать новый продукт я и безусловно здесь это не только позитивно на сказалось на стрем это в том числе сказалось на локальных брендах производителей которые в том числе я думаю довольно неплохо себя сейчас ощущают на рынке но и конечно же мы видим по росту продаж мы наша доля на текущий момент структуре продаж растет мы даже и мы перевыполнили те цели которые мы изначально ставили наград себе а ты знаешь что тут такая сложность потому что у нас будет точно релиз по итогам года и на текущий момент тут цель которую мы ставили мы перевыполнили прошлый год мы закончили 15 процентов в этот год мы не очень большой себе на прирост заметили этот порядка был 15,4 но мы ее уже перевыполнили и здесь вопрос как мы закончим год потому что пока мы идем с большим перевыполнением так что финансов финальной отчетности финансовой а и по итогам года будет как бы как как мы провели последние четыре месяца года будет понятно сколько новинок запускать собираетесь но в этом году я уже сказал это порядка двух с половиной трех тысяч позиций это именно уже в этом году из них там порядка тысяч она уже запущена и дальше почему говорю это порядка там двух с половиной или трех потому что безусловно, конечно, цепочки поставок. А если новых брендов? Если новых брендов, то у нас в разработке несколько десятков брендов. Я, прости, я не буду, как бы, там точно цифры говорить, потому что, как бы, аппетит приходит, во-первых, во время еды, во-вторых, наверное, это не будут такими большими брендами, как 3-6-5, Лента, которые занимают значительную долю в структуре наших продаж, например, тот же бренд Лента, это там почти 2000 из Кио, один из самых, а может быть, даже и самый крупный бренд среднеценовой в России. Но, безусловно, те события, которые произошли, заставляют нас по-другому посмотреть на ассортиментную матрицу, и вместе с нашими коллегами мы очень здорово пересмотрели и портфель, в том числе и бренд-портфель, и, соответственно, договорились о вводе большого количества категорийных брендов, которые сейчас, собственно, находятся в разработке, а что-то уже и даже в производстве. Ну, знаете, я, как говорится, иду сюда, и понимаю, что я прям вижу ваше цветовое решение, это вот эта история. Это случайно. Вообще никак не связано. Нет, эта история, это была очень такая классная, позитивная идея наших коллег из отдела Non-Food, там очень креативные девчонки работают, вот, и, наверное, мальчишки, но в основном девчонки, вот, и, собственно говоря, это их идея и реализация плоть от плоти, я считаю, что очень ярко, классно получилось. У нас действительно очень классные ребята. Это, скажем так, переосмысливается, то есть это скорее такая какая-то лимитированная история была, которую запустили, и это коллекция прошлого, да, это прошлое, как раз осенью она вышла, и сейчас, собственно говоря, это уже скорее остатки того, что осталось, поэтому если понравилось, возьми, то есть далеко не факт, что найдешь. Вот, но повторюсь, это вот у нас такая креативность и страсть к новинкам, она в целом в команде, и не только в STM, это даже не столько, наверное, STM, в том числе и в категорийных командах, и вот она иногда преобразуется в такие классные продукты, которые действительно можно прийти. У меня, кстати, несколько продуктов из этой линейки очень классного качества. Ну, если говорить про то, что, ну, на самом деле, очень редко можно увидеть именно вот так вот прям бренд, и здесь, конечно, сложно как бы понять, где вот остаемся, где нет. Возвращаясь к 365 и ленте. Да. Самые сильные флагманские бренды, да, при этом 365 – это всегда, ну, скажем так, первая цена у нас, да. Если мы говорим про ленту, то это сейчас как можно назвать, что туда в первую очередь входит как продукты? В ленту, собственно говоря, туда преимущественно входят продуктовые группы, это фреш-фуд, драй-фуд и часть нон-фуда. Второй большой бренд у нас – это Home Club в среднеценовом сегменте, и он как раз полностью лежит в нон-фуде. Сейчас мы прошли много-много-много коробок с брендом Home Club. Ну, вот, кстати, есть еще интересное проявление. Мы на самом деле стараемся действительно прогуляться по магазину, где столько всего интересно, но мне бы хотелось, чтобы мы иногда вот подсказываем, куда завернуть, чтобы вот так по максимуму показать коллегам, которые, может быть, еще не знают, или, может быть, какие-то вот интересные вещи, которые вы, скажем так, попробовали в каких-то категориях, может быть, вот просто обратил бы внимание. Да, а давай так предложу просто сейчас классное кресло, вот чтобы не было так, кстати, классное кресло. Да, да, да. Вот, я предлагаю, мы можем идти, я про, если там встретим наш бренд, в частности, про него немножко расскажу. Да, да, было бы интересно, история создания, почему вот так оно появилось, но все равно, и на некоторых моментах было бы интересно вот такое, знаете, как говорят, закулисье увидеть, как же это создается. Я понимаю, что вы там придумываете. А, кстати, как придумывается очередной бренд или там очередная какая-то идея? Откуда это берется? Ну, на самом деле, идеи приходят отовсюду. Была такая даже книжка, откуда приходят идеи, там в ней была схема из много-много паучков, откуда они, собственно говоря, приходят. Ну, конечно, основная история это то, что уже присутствует на рынке, да, то есть это какие-то продукты, ну, вот, например, да, вот конвектор бренда Home Club стоит. То есть, безусловно, не мы изобрели конвектор. Ну, так получилось, что не мы его изобрели, к сожалению. Ну, или там, например, тепловентилятор настенный, да, там одна штука, вот. Но в то же время мы понимаем, что есть такая ниша. Мы изучаем возможность, можем ли мы изложить самую главную ценность из ТМ, то бишь сделать этот продукт дешевле до покупателя, то бишь доступнее для покупателя с соблюдением тех продуктовых характеристик, которых он ожидает от него. И если все схлопывается, то есть есть сегмент рынка, есть возможность произвести этот продукт, сделать, соответственно, все получается и продукт становится на полку. А тепловентилятор, это теплый именно, это именно на тепло. Это греться, это прямо сейчас, когда отключают воду, и когда еще не включили отопление. Слушайте, ну, если честно, вот у меня сейчас уже начинает включаться понимание, куда мне это надо. Ты бери, ты бери, на самом деле. Ты не представляешь, мы с нашими коллегами, девчатами общались буквально на днях, и вот у нас такая была как идея, а вот сейчас отключили воду, не включили котельную и так далее. Нам надо где-то записать, что надо побольше таких продуктов. Там девушка, которая ведет эту категорию, вообще-то мы уже подумали об этом. Вот, и действительно, то есть они действительно молодцы. Как сейчас, это, ну, это вот получается недавно выставлено. Это бренд Home Club, да, это недавно. Здесь в бренде Home Club вообще довольно много каких-то сезонных, коллекционных вещей, то есть которые постоянно сменяются. Это, я считаю, что огромное достижение нашей команды Номфуда, то, что они поверили в свое время в СТМ и, собственно, смогли это реализовать, потому что, на самом деле, вот чтобы получился такой продукт, это работают огромное количество людей. Это и категорийные менеджеры, это и менеджеры по прямому импорту, которые все и чисто сорсы закупают, это и ребята, которые занимаются брендингом всего. То есть для того, чтобы сделать этот продукт, довольно много людей вовлекается. И в результате получается вот такой продукт с хорошей ценой для покупателя. А как вы решаете, в каких категориях вы начинаете усилять, добавлять новые бренды, новые вот товары? Все-таки мы понимаем, что в части категории и так полка забита, и тут бац, вы ищете со своим товаром. Ну, конечно, мы ищем, во-первых, возможность, то есть там, например, мы видим, есть емкость на рынке, которую там покупают. Вторая история, мы смотрим, есть ли там сильные бренды или нет. То есть, безусловно, входить в категорию, где есть один, который узкая с точки зрения объема, где есть один ярко выраженный лидер, опасно. Ну, потому что если это сильный бренд, он на самом деле может выдавить любой СТМ, который туда входит. Просто люди не будут его покупать. Да, здесь, кстати, здесь много чего, чайники, мультиварки. Мы так получилось, что у нас с точки зрения раскроем магазина, мы всегда начинаем с томфуда. Вот, поэтому я вот через слово говорю non-food, non-food, non-food. Ну, на самом деле у нас наибольшая доля в СТМ, в структуре продаж, потому что в фуде это несколько меньше, да, с точки зрения представленности. Ну и, соответственно, здесь это обуславливается как, наверное, нашими особенностями, потому что мы не являемся экспертом, магазином-экспертом, да, там в технике, например, или там в доме Юте, но при этом мы фактически закрываем все основные потребности, и команда очень работает над тем, чтобы эти потребности закрывались действительно классными офферами продуктованными. А если вернуться именно, а в какие категории сейчас вы вкладываетесь максимально? Знаешь, вот я думаю, как бы ответить на этот вопрос, сказать, что, говорит, ну вот вкладываемся в ту и в ту, а остальные как-то так вот не смотрим, ну это неправильно. На самом деле такого нет, потому что у нас есть разные команды, которые работают конкретно на каждом направлении, и от них требуется каждый день думать, что я заведу завтра как новинку, как мне улучшить показатели там текущего своего портфеля. Почему? Потому что нет такого, что вот покупатели покупали-покупали продукт, потом хоп и перестали его делать. Поэтому мы масс-маркет-сеть, и мы, соответственно, работаем в каждом сегменте, в каждой нише, в которой представлены. Если говорить, ну все-таки около двух лет работаешь сейчас в ленте, что такого вот изменить пришлось, или может быть ничего серьезного изменять не пришлось в части стратегии? Поделись, пожалуйста. Первая история, в ленте очень сильный STM исторически. Ну то есть как бы порядка двух лет работаю в ленте, и здесь, поскольку исторически очень сильный STM, здесь не потребовалось каких-то там больших изменений. Во-первых, потому что команда есть сильная, да, там на местах, которые в принципе глупых вещей не делала. Вот. Вторая история, скорее, основная задача, которая стояла перед командой, да, там, это сделать приятно пахнет, правда, да? Пекарня, пекарня. Да, да, да. Вот. Соответственно, основная задача, которая стояла перед командой, а как нам сделать большего, как нам сделать лучшее. Причем я говорю, что мы, будучи скромными людьми, хотим сделать лучше и стоим на рынке, я вообще не кривлю душой. Ну то есть это действительно так. Это касается и фуда, и нон-фуда. И поэтому мы скорее смотрели в двух направлениях. Первое, как нам улучшить продажи текущих продуктов, то бишь делать, а что такое продажи? Продажи – это когда мы делаем продукт более конкурентоспособным относительно других с точки зрения продуктовых характеристик, ценовых характеристик и так далее. И, соответственно, как нам убедиться, что мы закрыли все продуктовые потребности, которые мы могли бы закрыть. То есть, условно говоря, наработать пул новинок, которые могли бы привлечь покупателей к нам, закрыть какую-то нужду, которая у них есть и так далее. Соответственно, основные истории, когда ты проспросила, что мы меняли, они были во многом направлены на это. Дальше, соответственно, у нас родился некий план действий, который мы следуем, который предполагает правила работы, как мы работаем с этим ассортиментом, что мы хотим сделать с точки зрения новых брендов, новых продуктов и, самое главное, процедур. Потому что то, что мы видели в начале, продукт лэб, это во многом на то, чтобы как сделать продукт лучше. Потому что в конечном итоге, в конце дня, упаковка выбрасывается, и покупатель пользуется конкретным продуктом. И нам очень важно сделать, что то, чем он пользуется, действительно являлось лучшим, чтобы у него этот покупательский опыт остался, и он ассоциировал его с лентой. Мы сейчас уже зашли из нон-фуда в фуд, и у меня, знаешь, вот сейчас тема готовой еды достаточно здорово меня интересует, ну, в силу разных причин, в том числе и потому, что я развиваю конкурентность. Обеденное время? Обеденное время? Это один из таких вариантов. Ну, и, собственно, производство как конкурентное преимущество торговой сети. Ну, просто получается, этой темой я очень много занимаюсь. Вот мне интересно, ведь готовая еда, она идет, в первую очередь, под брендом сети. Да. Ты на это влияешь? Хороший вопрос, на самом деле. У нас с точки зрения операционного цикла, это полностью выведено в отдельный блок, безусловно, на ряд моментов, конечно же, мы влияем. Здесь вообще, наверное, надо сказать, что у нас нет какой-то внутри такой конкурент, что это мой кусок, это твой кусок. То есть у нас есть довольно... Ну, это вопрос о том, как воспринимает потребитель бренда. Мне вот интересно, вот где. Поэтому с точки зрения операционного блока, например, я не занимаюсь кулинарией, потому что это сложнейший процесс, который связан не просто с ассортиментом, но и с тем, как его сделать. Но что я вместе с коллегами смог сделать, это то, как мы хотели бы его видеть, под каким брендом мы его хотели. Как бы что здесь представлено? Здесь представлено большой выбор продуктов, но, например, на текущий момент есть один минус, это то, что зачастую это сделано не в одной стилистике. То есть у покупателя не остается понимания, что это что-то одно. И, соответственно, что ритейлер... Мы сейчас как раз над этим работаем. Абсолютно верно, что ритейлер делает этот продукт там сам. И, соответственно, сейчас основная задача, да, там, команда, это все вывести в отдельный брендинг. Частично он уже, кстати, на полке отображен. То есть даже можно видеть там на контр-этихентках название будущего бренда. При этом, конечно же, в будущем это все будет не просто с точки зрения упаковки коммуницироваться, и плакаты, они сейчас уже где-то появляются, PSM-материалы, это будет и коммуникация, в том числе в digital. То есть, безусловно, мы понимаем, что это некая точка притяжения современного человека и в гипермаркет, вообще в магазин. Поэтому, конечно, да, это у нас в зоне работы. У вас очень много готовой еды, и, конечно, будет странно, если не будет правильным образом коммуникация выстроена сквозным историей. И в готовой еде, и в кулинарии в целом, да, и, соответственно, в расстоянии. И при этом мы понимаем, что сознание современного человека, оно безумно занято входящими потоками информации. Поэтому мы все-таки стараемся какие-то вещи накрывать зонтиками. Если мы где-то говорим, например, про качество, или, не знаю, про, условно, цену выше среднего, мы стараемся, и это кросс-категорийное, мы стараемся это сделать в одном бренде. Для чего? Для того, чтобы у покупателя все-таки довольно простые ассоциации возникали в продукте. Если он покупает, условно, а-ля премиальный продукт или полупремиальный, он мог его найти и снять на полке. Или наоборот, если человек ищет доступный продукт, он мог бы увидеть товары бренда 365 и, собственно говоря, его приобрести. Поэтому, безусловно, мы здесь не только стараемся сделать много-много разных картинок, но и по возможности их унифицировать. А если говорить про категории, в которые вы... Знаешь, в каких категориях трудно работать? Вот в этих категориях очень трудно работать. А, то есть я знаю, да, куда... Да, то есть ты как-то очень хорошо подвела. В каком плане трудно? На самом деле это коммодити-продукт, это там тушка 365, это позиция номер один с точки зрения продажи в СТМ. Но во многом потому, что это, в принципе, от коммодити-продукт, он биржевой. И здесь крайне сложно работать, потому что ценового лидерства здесь крайне сложно получить. Ну, потому что это биржа, это там тушка. И здесь, когда мы сделали всю эту историю в бренде 365, причем мы это, как бы так, несколько условно, компания Лента, да? То есть я сделала это там несколько лет, 5-6 лет. Да, мне кажется, под раньше. Даже, наверное, раньше, давно. Здесь основная история, это про то, чтобы ту ценность, которая для покупателя надрусится, потому что этот продукт, ну, фактически без наценки, даже зачастую меньше, чем без наценки. И, безусловно, когда ты облачаешь это в бренд, СТМ, ты привязываешь этот позитивный сигнал для покупателя с сетью Лента. А что делать, если условно что-то пошло не так у виновно производстве? Смотря что. Вот, ну, бывает, на самом деле, разные. То есть, во-первых, в принципе, брак на производстве, к сожалению, ну, то есть даже статистически он возможен. Вот, соответственно, если он пошел, первая история, то есть, в которой мы стараемся работать, да, то есть, если это касается продуктов СТМ. Сейчас, минутку. Вот мы уходим от этой полки, а в этой категории именно по брендам Лента есть или только 3-6-5? В тушке охлажденной, нет, Лента именно нету, я сейчас там 3-6-5. Есть там одно небольшое ответвление, так называемая там сельская курочка, вот, но она, мы не стали ее выкрашивать, у нее в бренда Лента, мы сделали именно такую сельскую. Вот. Про что я, кстати? И, кстати, про что я? Да, продолжение, ну, качество продуктов, если он страдает. Про качество продукта, если он страдает. То есть, первая история, самое важное, это вовремя выявить, что есть проблема с качеством. И здесь есть целый комплекс мероприятий, как это происходит. То есть, первое, это, собственно, люди в магазине. То есть, вот эту всю красоту, куда мы ходим, делают несколько десятков человек каждый день. А если в процессе смены, то это, наверное, несколько сотен человек. И, соответственно, задача из этих людей, в том числе, входит в наших сотрудников, смотреть на состояние продуктов и вовремя заносить какие-то комментарии, связанные с качеством продукта. Дальше это все аккумулируется, и у нас вспыхивает, условно, красная кнопка. Прошла там, красная лампочка. Прошел, как пошла какая-то проблема. Вторая история, это мы, безусловно, в том числе с покупателями, работаем с обратной связью покупателями, в том числе, отслеживаем рейтинг продуктов. Если мы видим, что где-то резко начало падать качество, соответственно, для нас это сигнал, что там надо покопаться в этом продукте. А дальше начинается действие, потому что проблема же может возникнуть не всегда на уровне производителя. Обычно она там, но в том числе это может быть проблема где-то в логистике. В логистике я имею в виду от производителя до покупателя. То есть где-то на этом этапе произошло, где-то он, может быть, постоял в жару на солнце. И основная задача ритейлера, наверное, это найти эту проблему и ее устранить, для того, чтобы она больше не повторялась. Если же все-таки мы понимаем, что это история, связанная с производителем, ну и, к сожалению, это подавляющее большинство случаев, в таком случае выставляются, если это там откровенная вина, выставляется там списание штрафа, продукция, она либо утилизируется, либо, соответственно, возвращается поставщику обратно. Если же мы понимаем, что есть какие-то нарекания в органолептике незначительные, мы понимаем, что производитель там готов это работать, дорабатывать и так далее, конечно же, мы с ним дорабатываем, но при этом решаем проблему с текущими остатками. То есть они, опять-таки, либо утилизируются, либо едут обратно к производителю. Вот один из моментов, когда я готовилась к интервью, у вас вот есть проект «Стражи Фрэша». Да, был такой проект, даже есть, наверное, он был свежим. Да, как, ну вы в этом проекте, в своей категории, можешь как-то поделиться какими-то результатами? Смотря, в этом здесь немножко не так. Это же проект, у нас вот в Ленте дает множество параллельных проектов, которые работают в целом на ассортимент, то есть в целом на бизнес-процесс. Поэтому сказать, что он как-то позитивно повлиял конкретно на СТМ – нет. Ну, мне бы хотелось бы, конечно, но нет. Он пролетел, наверное, в целом позитивно на категориях, в которых он был представлен. Вот, которые в том числе, вот эти лучи радости позитивного, они в том числе отобразились на СТМ. На самом деле, это далеко не единственный проект, то есть это бывает и с точки зрения логистики, и с точки зрения качества операционных и коммуникационных, каких-то маркетинговых историй, которые работают на категорию в целом, или на магазин, которые в том числе какой-то галл-эффект отхватывают СТМ. Есть, вот сейчас так упомянул, сколько здесь сотрудников занимается, в том числе тем, что магазин качественно работал, а сколько сейчас сотрудников занимается именно созданием СТМ вообще вот этот проект, ну, в целом твой отдел? 80 человек. 80 человек. 80 человек – это и люди, которые занимаются сортингом, разработкой продуктов, дизайн-макетами, разработкой дизайн-макетов, брендингом СТМ, ну, и, соответственно, люди, которые в том числе занимаются нашим Product Lab, которые непосредственно, и их будет количество увеличиваться, которые работают с воспринимаемым качеством продуктов. Но здесь, знаете, какой очень важный нюанс, что я тебе рассказал выделенных людей, которые занимаются СТМ. То есть у них только СТМ, условно говоря, в их фокусе задачи. Но, безусловно, то есть мы поговорили частично с тобой про фрукты, овощи, да? То есть там это вообще отдельная команда байеров, которые им занимаются. Есть отдельная команда качества, внутри которой есть даже еще отдельная служба, которая фокусно занимается СТМ. Это отдельная команда. Есть огромная команда нон-фуда или, например, прямого импорта, которая делает там огромное количество работы в нон-фудах. То есть здесь сложно, значит, выделить, сказать, там, что занимается 80, там, 3 человека. Выделено, да, 80. Но если так всех посчитать, то я думаю, что это несколько сотен сотрудников. Что касается, ну да, идет ребрендинг у ленты в связи с этим, а в том числе, я так понимаю, идет ребрендинг вот самих, ну, я вижу, что лента уже вот здесь с другим логотипом, ну, вот на вот этих таблеточки или что это? Кстати, а вот на теме импортозамещения, что вот здесь скажешь? Как у вас это происходит? На тему импортозамещения сейчас расскажу. Я, кстати, да, вот и хорошо его упомянул. Это как раз-таки, да, действительно, это лента. Это уже обновленная идентика, которая в прошлом году был анонсирован, ребрендинг. И, соответственно, он сейчас там раскатывается в плане магазинов, коммуникаций. И в том числе, конечно же, это коснулось бренда СТМ, потому что, безусловно, как бы бренд продуктовый. А сколько цена? 569 рублей. Давно я в магазине не была у вас. Ах, хорошая цена, берите же. Да, я прям сейчас. И, кстати, еще один из моментов. Как у вас с товарами для животных? Вот вы в этом сегменте, вот я вижу, наполнители, а вот именно в кормах вы работаете? В кормах работаем. В кормах, да, у нас представлены, по сути, закрыты почти все основные потребности в бренде 365. И у нас был отдельный бренд категорийный, с которым в том числе были большие проблемы. Они начались не в момент начала СТО, поскольку часть позиций импортировалась, были определенные изменения в российском законодательстве, который фактически перекрыл дорогу импорту этих продуктов России. Поэтому часть этого ассортимента мы либо потеряли, то есть в России, к сожалению, нет такого сорсинга, либо, соответственно, нашли уже российский сорсинг. Возвращаясь к тому вопросу относительно импортозамещения, у СТМа точно такие же проблемы, как у обычного производителя. То есть нельзя сказать, что СТМ живет своей жизнью, и у них как бы ничего не происходит. Все те же самые проблемы, разрыв цепочек, отсутствие упаковки, сбой ингредиентов, рост себестоимости и так далее. То есть абсолютно такая же ситуация, как и всеми бренд-производителями. Но сказать, что у нас произошла какая-то катастрофа – нет. То есть что мы сейчас видим? Мы видим, что много единств потребностей восстанавливаются. Есть дефициты с определенными продуктами. Они связаны либо с упаковкой, либо с отсутствием каких-то критических компонентов, но они не являются, скажем так, жизненно важными, и которые там, тебе можно сказать, что из магазина выпал целый блок. То есть таких вот вещей нет. Плюс, конечно же, работы, которые ведутся с тем, чтобы наладить параллельный импорт, либо заменить продукцию российских поставщиков. Он тоже идет, и он идет довольно успешно. Мы регулярно пробуем продукт, который раньше покупали с помощью прямого импорта. Возили из стран Европы. Мы регулярно пробуем продукты, которые сделаны в России, которые ничуть не хожи по органолептике. И здесь даже может быть такая хорошая возможность для того, чтобы сделать продукты доступными. А есть ли действительно сейчас какие-то открытия, каких-то поставщиков, на которые ранее, ну, в силу разных причин, вы не обращали внимания? Мог бы, может, какие-то примеры назвать в каких-то категориях? Я не могу сказать, что мы на них не обращали внимания, с которыми их продуктовое предложение было недостаточно конкурентно способным. Вот тут, наверное, правильно. Мы плавно переместились, так сказать, к пятничному стеллажу с алкоголем. Поэтому, безусловно, например, были ряд продуктов, которые невозможно заменить. Например, вино. То есть вот мы здесь видим как раз такую бутылочку вина. Это, по-моему, винни-верде, розе, да, эксклюзивно для ленты. Это, собственно говоря, команда прямого импорта привезла вот такое замечательное вино. А у нас есть под брендом ленты что-нибудь? Ты знаешь, под брендом ленты алкоголя у нас нет. Ну, я просто знаю, что у некоторых коллег уже есть водка. Нет, нет, по бренду ленты это же красиво. То есть под брендом лентом у нас нет. У нас был один продукт, где было там аккуратненько написано ленту, но там, ну, прямо скажем, это скорее такой кабрендинг, можно сказать. Вот, все-таки алкоголь это довольно эмоциональная категория. Там ценится как раз-таки пестрость упаковок, этикеток. И делаете ленту, ну, у потребителя будут вопросы. Ну, причем вино и лента. У ленты есть свои виноградники? Наверное, нету. Ну, то есть какая-то такая странная история. Мы решили не ломать мозг покупателю. Ну, вот, все-таки мы сейчас периодически видим у крупных игроков истории, когда игрок уже полноценно заходит именно в производственную цепочку, начиная от поля до прилавка, да? То есть, ну, мы уже такие примеры знаем. У ленты такая история есть? Нет, у ленты таких историй нет. Планируется? Я вот думаю, как правильно ответить. На самом деле я не могу сказать, что мы вообще про это не думаем. Нет, мы смотрим, считаем кейс. Это было и в прошлом году, и в этом году, конечно, мы такое смотрели. Пока, на самом деле, мы не видим такой большой необходимости. То есть, есть некая продуктовая категория, где довольно простая, например, этап фасовки. Ну, то есть, ты купил большую коробочку с помощью оборудования, сывал по маленьким коробочкам. Ну, бизнес простой. Но тут важно понимать, что далеко не всегда есть такая... А, ну, все-таки ваше, кстати, есть. Да, а это замечательная сопутка. Я же говорю, что у нас очень классные и, как это сказать, креативные коллеги, работая в Донфуде, они вот возможности не упускают. И, кстати, молодцы, потому что, на самом деле, это удобство покупать. Да. Про свое производство или так? Свое и свое, да. То есть, мы, собственно говоря, смотрели расчет экономики, мы понимаем, что потребность в такой отдельно выведенном производстве, которое работало непосредственно только на одного ритейлера, она, если и есть, то она есть в крайне ограниченные периоды времени. Но при этом содержание производства, то есть, это же не просто купить оборудование, они должны где-то стоять, это должно отапливаться, должна быть команда, которая умеет с ней работать, это должны быть закупщики, которые закупают сырьевые ингредиенты, а закупка готового продукта и сырья, на самом деле, это разные истории. И если вот так вот по кругу все вот это посчитать, то мы пока не пришли к тому, что надо купить какого-то производителя и с ним работать. Повторюсь, тут нет такой истории, что никогда, вполне возможно, когда-нибудь обзаведемся парочкой свечных заводиков или еще что-нибудь, но пока нет, пока все только партнеров. Мы тут говорили как раз вот недавно буквально с коллегами из Иркутска, и мы как раз обсуждали, что в Европе в целом не принято ритейлу сильно заходить в производство. Ну, например, вот, кофейная категория, если говорить про Европу, то, я уж не помню, то ли Лидл, то ли Алди, они у меня все это мешаются, но у них, например, есть свое кофейное производство. Вот, вот, вот это вот, да. Нет, они, понятно, они не выращивают, они закупают на бирже, но у них есть полный цикл обжарки, то есть и фасовки. Они, собственно, когда все это делают. Здесь, повторюсь, здесь, наверное, скорее вопрос не в том, чтобы за кем-то последовать, а в том, чтобы есть ли в этом рыночные возможности, какие альтернативы. Но с точки зрения альтернатив, например, у нас есть такой фреймворк, который называется «Стратегические партнерства». И у нас есть несколько поставщиков, которыми мы делаем там совместные продукты. И, наверное, это более гибкая и, может быть, даже более успешная история, нежели чем нам идти в собственное производство. Вот, хотя, повторюсь, я не могу сказать, что это там неправильно или неправильная стратегия. Нет, просто один из вариантов развития событий. На текущий момент мы больше сфокусированы на сорсинге. У меня тут один из вопросов. Перечислите ключевые марки, которые вы развиваете, но после того, как ты называешь их десятки, смотри, ключевых очень просто. Ключевые – это бренд 365. То есть это то, что открывает почти все категории. Их заметно издалека. Вот, собственно говоря, вот они там ближайшие. Давайте, вот кондитерка, да? Он снабжен плаклад специальным, как он, по-моему, мобайл-стоппером называет, что. Низкая цена, которая является индикативом того, что здесь продукты, вот исходя вот из всей вот этой полки, с минимальной ценой. А можно вопрос? Конечно. А почему пряники с самой низкой ценой находятся наверху, а не внизу, как по классике? Я допускаю, я допускаю, что здесь инвертировали выкладку. То есть обычно она все? Обычно она выстраивается полувертикалью, то есть она идет снизу до середины, либо полностью левая, вся левая часть стеллажа занята продукцией 365. Здесь я так просто подозреваю, что докладывали 365, потому что она быстрее уходила, скорее всего. И, соответственно, как бы это... И получается полка, которая выделяется под вас, да? Да, это как бы выделяется зона, где должна быть выложена бренд-лента. Ну и здесь, соответственно, мы видим там батончик, да, там пряничный. Мы видим пряники и так далее. Это как раз таки уже идет бренда-лента. То есть, соответственно, это качество и органолептические характеристики повыше, это больше ассортимент наряд, ну и, соответственно, чуть выше цена. При этом он по отношению тех продуктов, которые есть в этой же единице потребности, он, конечно, стоит дешевле. А что скажешь именно про кондитерскую категорию? Насколько в ней интересно работать с ССТМом, учитывая, какое все-таки количество на этой полке? Но я знаю, что очень многие ритейлеры отбиваются буквально от тех, кто предлагает сладости. При этом я вижу достаточно много места под вашу категорию, под ваши бренды. Категория сложная именно с точки зрения работы ССТМ. Почему? Потому что, первое, много производителей. Категория очень эмоциональная. Ну, то есть она... Опять же, возвращая к вину, да? Да, да, да. То есть она очень эмоциональная. Здесь как бы сложно одним брендом закрыть много-много разных потребностей. То есть даже вот сейчас вот так вот мы с тобой встанем вот так вот. Ну, не резко, не дай бог, а то как бы голова может загружиться. Но вот так вот обернемся. То есть мы скорее с тобой увидим много-много-много разных разноцветных картинок. И мы понимаем, что эта категория очень сильно фрагментирована. Поэтому классить вот такими большими брендами здесь тяжело выделиться. Как правило, в таких категориях создают категорийные бренды, которые лучше какие-то особенности этой категории отображают. Соответственно, мы сейчас видели ленту и 365. У нас в эту категорию уже частично зашел. Я даже видел один на полке, там мы прошли мимо. И, соответственно, один бренд, он будет называться DeLis. Он, соответственно, с августа уже у нас поступает. И большинство позиций, которые находятся в ленте, да, в этой категории кондитерские, они будут переводиться именно в этот бренд. Я вспоминаю, когда первые разы мои, ну это еще в самом начале, когда лента стала ближе ко мне, я часто сталкивалась с тем, что у ленты был интересный ассортимент, в том числе условно привезенный из Финляндии, там еще откуда-то. Какие-то вот эти вещи сейчас, они остаются в том числе в СТМе или нет? Как, например, расстроена работа? Очень хороший вопрос. Это, знаешь, это разница между тем, чтобы поставить какой-то уникальный ассортимент, который, ну вот прямо вот изюминка-изюминка является, и тем, чтобы работать все-таки более-менее в массовых нишах, потому что, к сожалению, большая часть этого ассортимента, она вымылась из продаж ввиду того, что на нее крайне низкий спрос. И, соответственно, там была история, когда у нас там были музеи целые стояли, этих продукций, которые вообще фактически не двигались. Какие-то позиции, даже в консервации, по-моему, там, если дойдем, я покажу, что-то осталось, но они потом были творчески переработаны. А, ну давайте вот ради интереса консервации у нас получается... Консервация вот где-то вот там должна быть. Да, правая, ну давайте вот, да, мы где-то рядышком там гуляли, заодно заглянем. Да, но почти вся история, она была выведена на самом деле, просто ввиду того, что, к сожалению, она не пользовалась спросом. А вообще как делать так, чтобы уникальные товары привозить, чтобы они были какими-то отличающимися, но при этом взращивать покупателя, который в итоге к вам придет. Вот что вы для этого делаете, чтобы он в итоге вот к вам приходил за этим продуктом? Ну да, понятно. Ну, позвольте здесь вот такой некий отступ сделать. Мы были в Новосибирске, там есть Добрянка, который я там безмерно люблю, если что, там видеорепортаж тоже ищите, уже скоро будет, или там уже вышел. И там у них вот этот кисель, овсяный, про который они любят рассказывать, они его, они приучали покупателей к ним в течение полугода, буквально там списывали очень много, но в итоге приучили. У них эта позиция теперь уже продается достаточно большим объемом. Понятно, что это не тонны там какие-то сумасшедшие, ну потому что это всего лишь там буквально несколько магазинов. Вот. Есть ли у вас какие-то примеры того, или, может быть, думаете ли вы о таких вещах, что вы, например, в какую-то категорию там захотите вложиться так, чтобы люди поняли, что вы в ней абсолютно лидеры, и вы знаете, что, ну как бы, сложно эту категорию будет другим добрать. Ну, есть ли такое? Ты знаешь, продукт. Я понимаю. Ты знаешь, наверное, вот сказать, что мы вот берем категорию и всеми правдами, неправдами дополняем ее какими-то уникальными продуктами, наверное, такого нет. Повторюсь, мы все-таки являемся масс-маркетом. То есть у нас есть какая практика? То есть у нас мы регулярно делаем довольно широкий пул новинок, которые вводятся на тестовом периоде. То есть мы смотрим, словно говоря, зашло это покупателям или не зашло. И вот с помощью вот этого процесса нам удается определить, что потенциально может выставить, а что нет. То есть скорее мы идем от самого продукта. То есть мы нашли какой-то интересный офер. Причем как мы, я говорю, наверное, в целом компанию, потому что это, наверное, не только там не стоим касается, это касается, наверное, в целом всей компании. Если мы видим, что это этот продукт, который новинка, который зашел на тесте для того, чтобы понять, успешно он или не успешно, он становится успешным, он, конечно, замасштабируется. Поэтому у нас, видишь, у нас немножко другая техника работы. То есть мы не назначаем продукты лидерами. Мы все-таки скорее идем от того, как покупатель относится к ним, как он на них реагирует. С нашей стороны, конечно же, мы стараемся какие-то вещи выделять. Будем проходить мимо, там я покажу отдельно товары, новинки. Где-то даем индикацию, чтобы люди видели, где какая цена. Где-то показываем бренды ленты, выделяем. То есть мы стараемся делать подсказки, но все-таки покупатели решают. Мы не стараемся ломать покупателя с колена для того, чтобы пробовать только нашу гречу, никакую больше другую. Ну, кстати, греча. Это не так работают. Интересно. Вот получается 119,94. То есть условно, да, понятно, что это не первая цена. А первой цены здесь нет. А, есть. Справа от тебя. Вот как ты говоришь, как мы справлялись с импортозамещением. Да, да, ну тогда вообще 69, да. С импортозамещением и разрывы, наверное, цепочек поставок. Это как раз вот пример, когда мы... Да, это гречка у вас пресловутая уже. Какой кризис подряд. Да, да, но как у нас. Ну, всех. Я вспоминаю всех своих коллег, которые работают в ритейле с этой категории. Я уверен, что это далеко не только у нас любимый продукт. Да, да, да. В точке обеспечения сорсинга. Но тем не менее, да, то есть как ты вот видишь, разница там довольно ощутима между первой ценой и даже лентой, которая стоит в целом несколько дешевле, чем... Мы у полки. Вот мне интересно, вот вы сейчас особенно в сети того, что вы сейчас открыли вот этот проект. Как правильно звучит? Вот это, да. Мы видим у наших коллег с вами еще, когда выставляют все-таки отзыв, оценку. Вы все-таки в такую историю верите? Да, мы точно верим в эту историю. Только вот здесь, наверное, очень наглядно. То есть я говорил про то, что здесь работают примерно 50 человек в смену. И просто если ты посмотришь только вот туда и сюда, ты поймешь, какое количество безумное здесь стоит из Киев. И выставлять, ну, как бы делать это как бы сплошняком, наверное, это очень тяжело с точки зрения именно операции. Да, там операционная работа, не представляете, сколько надо вот этих штучек поставить. Но при этом, конечно же, мы абсолютные хиты планируем выделять отдельно для того, чтобы покупатель мог их находить. Были такие, я помню, практики, например, в Вине, когда выставляли там различные рейтинги на этикетке. Это довольно классно работало, потому что человек, приходя, ему надо, как это, часто там достают приложение, открывают одно определенное в телефоне смотреть рейтинг, у тебя сразу все уже написано. А то есть в приложениях рейтинги стоят? Ну, в приложении, ну, я говорил сейчас немножко про другое приложение, алкогольное специально. То есть был такой опыт, да, это действительно классно работает, поэтому, конечно, мы вот эти истории высоко рейтинговых продуктов хотим подсвечивать, только это не будет сплошняком по всем товарам. Ну, то есть, скорее всего, это будет определенное ограниченное количество позиций, которые мы так будем выделять. И если мы говорим про низкая цена, высокая цена, вот особенно сейчас, когда такая вот волатильность идет по ценообразованию. Я предлагаю потеху. Да, там мы много-много у нас сейчас здесь. Ну, а мне надо. Слушайте, 12 рублей. Да. Как? Слушайте, а вообще, на самом деле, ну, вот цена 11 рублей. Так. Что тебя смущает в этой цене? Смущает. Как можно собрать за 11 рублей упаковка продуктов и все прочее? Ну, на самом деле можно, вот, потому что далеко не везде. Плюс надо понимать, что первая цена, хоть и говорят, что кровожадный ритейлер, ритейлеры пьют соки из производителей, но на самом деле мало кто знает, кроме бедных ритейлеров. Которые ПНЛ своих считают о том, что зачастую многие продукты первой цены и ритейлеры продают в минус. Как раз таки для того, чтобы сохранить вот этот какой-то баланс между доступным продуктом, да, там и всем остальным. Вот, и какие-то истории, когда ты видишь 11 рублей, это зачастую может происходить потому, что этот продукт просто, там, стоит в минус. Ну, в том случае, когда мы проходили мимо, он не в минус стоит, вот, но на самом деле пленка, гибкая упаковка, она не так дорого стоит. Она стоит такая вот, примерно, там, 30-40 копеек. Дальше, там, внутри, там, сухарики, да, там, были. Да, да, да. Вот, то есть, по сути, это нарезанный хлеб, который нарезан автоматически, обсыпка и, соответственно, как бы, большой противень, который все это жарит. То есть, это не такой сложный технологический процесс, недорогие ингредиенты, и поэтому, да, он может столько стоить. Давайте про вывод, как раз про вывод продуктов поговорить. То есть, это тоже, как бы, отдельная задача. Мы завели, что-то выводим. При этом, ключевое решение по поводу вывода продукта, а ведь у вас же, все равно, контракт, у вас, под вас на марку заказали, там, конкретное все такое. Вот, в данном случае, как происходит вообще вывод продукта с полки по причине, ну, какой причине? Разные причины могут быть. Первая причина, например, это плохие продажи. Ну, то есть, мы видим, что продукт не востребован от покупателя. Две причины этого может быть, даже не две, может быть несколько, это то, что некорректно выставлена цена. Ну, это объективная причина, и она довольно легко проверяется. Вторая, это то, что там плохое качество, и, соответственно, это в том числе дегустациями, и, опять-таки, возвращаясь к Product Lab, можно выявить. Ну, и третья причина, то, что, скажем так, наш партнер начал играть с продуктом с точки зрения его качества, органолептики и так далее. Такое тоже бывает. Ну, вот, соответственно, в зависимости от этих причин, да, там, есть цельный набор действий по каждой из них. Вот, но если говорить о том, что происходит, там, если мы, там, вдруг приняли решение уводить какой-то продукт из матрицы, то мы на уровне договора закрепляем с производителем то, что мы выкупаем у него стоки упаковки. То есть, там зафиксирован объем, который должен производитель держать у себя на стоках, и мы, соответственно, гарантируем, что мы эти стоки у него выкупим. Если так получилось, что производитель закупил в три раза больше упаковки, ну, здесь мы договариваемся. Во-первых, спрашиваем, зачем ты так сделал, вот, а во-вторых, ну, соответственно, там, ищем какое-то компромиссное решение. Но, в целом, те обязательства, которые лента на себя берет по СТМу, мы всегда выполняем. В последнее время были какие-то такие вот ситуации, когда пришлось, вот, прям, именно эти... Это рабочая абсолютно история, то есть, такое бывает, особенно в категориях, где довольно высокая ротация по позициям. Есть еще и сезонные выводы, да, то есть, это тоже такая история, когда вводится сезонный ассортимент, сезон отработал, как бы, сезон важно не только вовремя и правильно зайти, но и, соответственно, из нее выйти. Сезон отработал, и продукция, соответственно, распродается, например, со скидками. А сколько сейчас поставщиков с вами работает? Вряд ли 600. 600? Да. Это, ну, вот это число, оно сейчас, как у вас, ниже, выше? Оно увеличивается. Увеличивается. Потому что, когда нарушаются логистические, да, там, цепочки, когда идет, ну, вообще-таки, сильные перетрубации в экономике, безусловно, ты пробуешь новых партнеров. Да, там, кто-то отказывается от работы. Ну, не потому, что он вредный или плохой. То есть у нас, к сожалению, есть поставщики, которые, там, звонили лично мне и извинялись, говорят, ну, не можем больше работать. Безусловно, приходилось искать какого-то другого. Поэтому на текущий момент скорее увеличивается количество партнеров, с которыми мы работаем. Если коротко, что сделать, чтобы стать поставщиком СТМ-ленты? Очень просто. Первое – это иметь хороший продукт. Второе – это, ну, хороший он всегда по-разному, ну, условно, для продукта, который действительно на рынке как минимум является средним по рынку с точки зрения качества. Второе – это давать объективную оценку стоимости своего продукта, потому что понятно, что все хотят зарабатывать миллионы и тратить копейки. Ну, так не бывает. Ну, вот, соответственно. И найти контакт к нам. Последнее, самое простое. Как показывает практика, потому что я еще не видел ни одного человека, который, ну, говорит, я не знал, там, как вам войти, как вам попасть. Ну, первое – это сайт. Пожалуйста, выходите на сайт, пролистывайте вниз. Написано поставщиком или партнером, партнером, по-моему. Написано партнером. Вот там левой кнопкой мышки вываливается списочек и там еще один кнопкой мышки. Это самый простой способ. Ну, просто, как правило, у поставщиков все время проблема. Они говорят о том, что не читают, не смотрят, не отвечают. Такое может быть, потому что действительно приходит довольно большое количество предложений. И иногда даже его смотрят и понимают, что там присылают, ну, скажем так, очень странные предложения. Ну, то есть купите у меня сухарик. Все, без цены. А иногда даже и телефон они включают. А самое интересное? Я просто, я рассказал самый простой, да, там способ. Но вообще, на самом деле, самый такой результативный способ – это разобраться, что происходит с портфелем у тебя, с продуктовым. И второе – сделать нормальную коммерческую службу. Я не говорю там раздувать какой-то штат. Просто наймите себе нормального коммерсанта, который сможет сделать нормальное коммерческое предложение. Потому что основная проблема, как это ни странно, это отсутствие предложения. То есть люди не могут сформулировать то, что они готовы предложить. То есть даже, хорошо, отлично, вы нашли нас, здравствуйте, что предлагаете? Ну, вот, а что конкретно? И уходят люди. И бывает, что там на месяц уходят. Потом всплывают. Я говорю, так предложение вы же хотели сделать. Да, 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 да. И опять на месяц уходят. То есть основная проблема – это то, что у людей, да, там, производителей, да, там, не у всех, конечно, не у всех, это скорее такие наиболее одиозные случаи, отсутствует практика формирования каких-то нормальных, адекватных предложений. Есть какая-то попытка, не знаю, решить это, насколько, абы повезет. И такая проблема, к сожалению, вернее, такой подход, он ведет к тому, что этот производитель становится в ряд абсолютно таких же, там, десятков производителей, которые не хотят думать над тем, как им сделать классный продукт. Как им вложиться в маркетинг, как им коммерческие штучки, да, там, какие-то свои подсветить. Они просто вот встают в ряд, и, ну, вот как из них выбрать? Ну, по цене. А потом, собственно, могут получаться жалобы, что ритейлеры выпиваются сок. Ну, выпивают, потому что, а как же вас еще отобрать? Ну, по-другому не получается. Если кроме цены ничего не остается. Если говорить про, ну, на самом деле конфликт вот этот, он постоянно как бы проявляется. Мы действительно это регулярно видим. К сожалению, он очень активно транслируется, да, в рынке. Вот, но все-таки же договариваетесь? Конечно. Какие самые любопытные проекты? Вот, ну, такого, знаете, вот, ну, что-то фановое, может быть, вы знаете, вот, 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 было вау делать, и вот прям, например, вы в это верили, и оно действительно взлетело. Есть вот какие-то такие прорывные вещи, на твой взгляд, ну, вот за последнее время? Ну, вот, вы знаете, что-то очень понравилось делать. Ну, есть же рутинная работа, есть что-то, ну, вот, какой-то бренд, позиции. Это потому, что, я бы сказал, есть какие-то категории, которые, вот, вы особенно, вот, это, наверное, такая же история, потому что без какой-то страсти и нормального взаимоотношения с партнером, ты на продукт не сделаешь это невозможно в принципе вот поэтому сказать что какой-то отдельный опыт прям который знаешь вот запомнился вложился память такого наверно нету наверное из последнего не знаю там и довольно большая проблематика была с кофе да там из кофейной категории по разным причинам и потому что сырье очень резко выросла потом этому кризис логистики наложился там еще куча не факторов и и безусловно там пришлось очень много проработать продуктов и вот с одним из партнеров питерская производителей как это питерская компания вот прямо вместе довольно долго работали там на целую линейку и принципе сделать классные образцы которые не уступают продуктам которые мы раньше импортировали ну вот соответственно как бы очень оставил они пришли или вы пришли мы пришли вы пришли да мы пришли к сожалению вот в данном случае это не был пример инициативы поставщика это была инициатива сети когда он просто понимали что надо искать проблема она только усиливается надо искать в россии составили определенный там лист шорт лист и собственно говоря сами стучались и прорабатывали продукт направляли что нам нужно то есть это такая полноценная разработка скорее под под наши гайды как это ты сказал что 80 человек команде сейчас как стать специалистом по ст.м. наверное менеджер скорее пояснил вот в принципе на самом деле ничего сложного то есть это первая история это любить свой продукт то есть понимать никак понимать университет уже нет университетов нету да то есть но как правило стать менеджером по ст.м. можно с абсолютно любой профессии можно быть технологом можно быть маркетологом можно быть коммерсантом можно быть кем угодно на самом деле там у нас если посмотреть профиль наших сотрудников там от педагогов до военных вот ну то есть причем абсолютно разных военных учетных специальностей я то есть я не могу сказать что там надо учиться на кого-то конкретного чтобы стать успешным менеджером по ст.м. но основные навыки и требования которые там важны это любознательность потому что зачастую особенно в россии с точки зрения российского сорсинга действительно нет таких как мама специалистов менеджер по ст.м. университета не готовят наверное наиболее близкая профессия это продукт менеджер потому что такие специальности я знаю уже открываются то есть это человек который специализируется на управлении продуктом и во многом как раз таки ст.м. это про управление продуктами наверное это наиболее релевантная специальность из тех что выпускают вузы что должен человек понимать первое он должен понимать что такое продукт а именно как он производится как и что то что есть такой структуры себестоимости из чего она состоит какие есть основные блоки в коммерции ну то есть условно говоря вот есть сырье а вот есть продукт на полке и вот какой путь следует от сырья до полки тут нет никакой там это не ракеты в космос запускать и довольно таки стандартная история но человек должен обладать довольно широким кругозором они не обязательно разбираться в каждом из этого в отдельности мне конечно основное наверное это даже не навык это постоянная любознательности и желание разобраться в продукте разобрать его на мелочи потому что основная ценность происходит когда человек до атомов докопается до конкретного продукта разложат отдельно упаковочку на составляющие ингредиенты и да и нет стакан себестоимости классная штука когда любят эту тему обсуждать с точки зрения закупки можно очень дешево купить продукт который никто не будет покупать зачем ну то есть он останется вообще эти вот ну мы же видим и такие созданные дешевые продукты которые ну скажем так но их почему-то ведь оставляют я лично понимаю что мне такие продукты но они не могу не могут мои корзину попасть она бы хотела жить на манхэттене из дома и мур делиться секретами вот это такая же история то есть но как бы к сожалению у нас есть люди у которых хотели бы но в кармане 100 рублей ну надо купить какой-то такими людьми которые как раз скажем так зачастую же и обозначают некоторый негатив в сторону того что продукт как бы они покупают изначально дешевый да ну как бы с той ценой которая есть но они все время говорят да не может быть такой цены не может быть такой хороший продукт вот как быть с такой история когда человек идет заведомо в недорогой сегмент но при этом ну скажем так сопротивляется пониманию того что продукт может столько стоить и как бы по качеству он соответствует здесь вопрос понравился или не понравился если продукт понравился то на вопрос что делать радоваться потому что ты за дешевый ценник купила хороший продукт это это здорово это круто ну то есть с точки зрения потребителей ничего не произошло фатального это уже проблема производителя и ритейлера как они это достигли если же тебя это качество не устраивает а тут как бы сложнее все потому что тогда надо осознавать что это самый доступный продукт на полке ты не ослепнешь ты не отравишься его потребляя но то есть это самый-самый базовый уровень это означает что на самом деле если тебе не понравилась органолептика ну попробуй получше продукт этом он будет стоить дороже к сожалению чудо не бывает и и вот и как бы из мат из атомов из воздуха продукт сложить невозможно у нас пока мы небольшую заминочку делали мы нашли варианты что 10 отзывы буквально в приложении давайте мы посмотрим этот момент и просто буквально смотрю на самом деле можно смотреть любой продукт можно вот такой вот это ваша форекс ада это дочь от дольче альбера это как раз таки бренд который работает в премиальном сегменте и соответственно от красот линейка из орехов снеков миксы интересно что-то это орехи и ягоды да там клюква это фундук штрих кофе вот вот так у этого продукта рейтинг три с половиной до 6 отзывов соответственно как мы вообще работаем в принципе с этой системой для нас эти рейтинги это как раз таки являются почитал другие отзывы похоже мне повезло кедровых орешков достаточно то есть основное как это основной негатив что мало кедрового ореха в упаковке вообще нет как мы с этим работаем здесь очень важно понимать несколько вещей первая история почему такой вот вторая история динамики этого отзыва то есть если мы видим по продукту один отзыв а всего один ну или там какой-то минимальное статистическое число мы понимаем что это может быть особенности потребления какого-то отдельного покупателя ну то есть например вот черный ему казалось что там должно быть больше кедровых орешков это неплохо нехорошо ну то есть это просто не ожидали не соответствие ожиданиям кто-то там следующий поставил оценку пятерку ему всего хватило и это случай наверное нормальный то есть он не требует там тушение пожаров и так далее но мы том числе отслеживаем динамику негативных отзывов и их количество если мы видим что резко увеличивается по кому-то продукту негативные отзывы для нас это является сигналом у нас загорается красная кнопка мы этот продукт берем и внепланово проверяем по качеству по объективному качеству и соответственно проводится экстренная дегустация почему потому что нам крайне важно выявить если проблемы или нет самом начале на самом деле как это не странно сверху часто для нас уже это не странно поначалу это было очень удивительно почти всегда вот такие негативная динамика имела под собой реальную причину то есть это не просто там там кто-то поистерил и написал плохой отзыв нет действительно были какие-то проблемы с продуктом и если взять там в целом количество позитивных и негативных оценок то там в ленте почти 60 процентов продуктов обладают максимальными оценками вот те негативные оценки которые есть конечно для нас это в первую очередь там история по доработке их и здесь нам опять-таки нужен продак лэп ну и соответственно динамика это то что нам нужно срочно подключаться потому что этот продукт со временем переместиться в зону негативных оценок и нам туда уже придется его либо выводить либо там какие-то серьезные 10 но мы будем подводить итог такому наш погружению в тему с тема смотрите мы гуляли сейчас по магазину практически не затрагивая ничего кроме стм и было где погулять вот еще раз вот сфокусировать свои конкретные планы для себя для команды вот на ближайший период времени учитывая конечно что вам конечно здорово пришлось подруг потрудиться разгребает в операционную составляющую которая возникла там с последние полгода вот что в ближайших планах и что в таких вот отдаленных которым стремимся на ближайших планах на самом деле реализовать то что мы наметили по разработке новых брендов и это не просто нарисовать сам бренд это в том еще задача причем в том чтобы еще эти позиции поставить на полку потому что там с точки зрения товаров это там больше полутора тысячи товаров под новыми брендами это такая довольно амбициозная продукт вот а вторая историю так это песни гриб про краткосрочные это составит себе план действий на 23 год потому что вы стоим с учетом сроков поставки продукции да это как правило там 46 месяцев это даже можно сказать что быстро соответственно я сейчас скорее живу и команда живет следующим годом что мы в прошлом году будем делать что мы будем производить в этом году дефицита не будет ты знаешь я скорее как это правильно сформулировать я не вижу оснований для того чтобы был бы дефицит какой-либо я довольно плотно общаюсь с производителем основных социальных товаров которые чаще всего берут пока не видно что нам грозит какой-то дефицит то есть урожай есть на элеваторах там зерно сахар и так далее все эта история есть я сомневаюсь что у нас будет какая-то большая дефицит продукта что будет с инфляцией но уж точно не могу сказать знал бы точно играл бы на бирже наверно еще тогда про пожелание себе команде вы знаете вот такое пожелание и вообще рынку может быть поставщикам поставщикам ну не знаю поставщикам наверное самое простое пожелание будьте пожалуйста а открытыми разумными и давайте дружить и под дружбу я понимаю что слышать друг друга и реализовывать то о чем мы договаривались это наверное самое основное вот с точки зрения рынку наверное странно мне будет что-то желать да там с точки зрения команды хотел бы сказать что ребят все кто работает на достаем ленте вы большие молодцы те кто должности носят стм те кто не носят на самом деле вот это огромные ряды магазина из которых почти треть ассортимента приходится на ленту это ваша заслуга спасибо большое ну что ж на такой ноте мы завершаем общение с александром спасибо большое уделить время еще одна тема затронута нами в диалогах о ритейле заглянули мы в очередной раз в ленту ну что ж подсказывайте куда еще я должна обязательно заглянуть сегодня то у нас был повод вот и до встречи в новых видео смотрите пока что вы диалоги о ритейле и заглядывайте видео подписывайтесь на наши телеграм-каналы вконтакте и следите за нашими эфирами спасибо спасибо